Приветствую всех, друзья, слава Господу! Привет вам из теплого южного солнечного города Петербурга. У вас солнце, холодный ветер, а у нас вчера был снег. Но он солнечный, потому что я в него родился и вырос. Для меня он всегда хорош, когда он плачет слезами дождя, когда солнце, когда туман, когда сырость, когда, знаете, свое родное, оно всегда любимое, хорошее в любом виде, в любом состоянии. Слава Богу, друзья, что мы сегодня вместе, потому что, когда мы вместе, мы сила, и наша сила в единстве. Господь нас объединяет, сближает. Бывает, мы сопротивляемся, но Господь все равно нас объединяет, соединяет нас вместе, дает нам одно верное направление, один путь, чтобы мы шли вместе. И вы знаете, есть такое интересное, скажем так, такое замечание, что ли, да? Заметка. Когда стадо идет, то все овцы сбиваются вместе. Когда оно останавливается, то все разбредаются. Может быть, замечали? Да, когда мы движемся, когда мы движимы Божьей идеей, Божьим откровением, мы сближаемся, сплачиваемся, соединяемся. И, естественно, это происходит потому, что мы начинаем дышать одними мыслями, одними откровениями, и Бог нас влечет к себе. И я думаю, что все вы хорошо помните слово Писания, пророк Иеремия говорит, «Ты влек меня, и я увлечен тобой. Ты сильнее меня, и ты превозмог». И вот это влечение, которое влечет нас Богу, влечет нас сюда, в собрание, на эти Богослужения, это влечение самое сильное в этом мире. Когда мы уверовали, я думаю, что каждый из нас выбрал именно это стремление, это влечение, это желание быть с Ним, следовать за Ним, служить Ему и прославлять Его. И слава Богу за сегодняшнее служение, потому что мы призваны служить. Служить независимо от того, где мы находимся, независимо от времени суток, 24 на 7. Господь призвал нас, и наша тождественность – это наше служение, то есть это наша вторая внутренняя, может быть, скрытая сторона, которая проявляется через то, что мы говорим, через то, как мы говорим, сколько мы говорим, о чем мы говорим. И это, конечно, наша истинная суть, наша настоящесть, потому что то, что мы приняли от Бога, это живет и продолжает жить в каждом из нас, и оно не умирает. И заметьте, Дух Святой, живущий в нас, никогда не умирает. Любовь Божья, излитая в наше сердце, никогда не умирает. Надежда, которая живет в нашем сердце, никогда, потому что и Дух Святой, и любовь, и надежда, и вера – они все бессмертны. Человек смертен, а Дух Божий, и любовь, и вера, и надежда, и упование – бессмертны. И поэтому, где бы мы ни находились, всегда вот эти, не только три, а все составляющие, или все спектры Божьего Духа, пребывающего в нас, внутри каждого из нас, в нашем сердце, они всегда пребывают с нами. И я бы даже сказал, что нам не столько нужно, скажем так, взыскивать постоянно Божье присутствие, сколько его не терять, с одной стороны, а с другой стороны, помнить о том, что оно всегда в нас, с нами – это некое такое, знаете, компактное отечество, которое мы носим внутри себя. И бы Царство Божие не только среди, но и внутри нас существует, то есть есть, оно в наличии. Это наша сильная сторона нашей жизни. Я бы хотел продолжить местописание. Это Евангелие от Луки, вот то, что мы уже слышали, брат сегодня сказал, такое благословенное, помазанное слово, как минимум для меня, я думаю, как максимум для всех. И вот здесь есть такие слова. Это 24 глава, 5 стих. И когда они были в страхе, женщины, которые пришли ко гробу и наклонили лица своих земли, сказали им, ангелы, «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что сыну человеческому надлежит быть предану в руки человеков-грешников и быть распиту, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова Его». Знаете, так часто бывает, что мы, ну, к сожалению, по разным причинам, бывает забываем, что Господь нам, что Господь говорил нам через служение прославления, это очень важно, через слово проповеди, через наше общение друг с другом, через нашу молитву, через вот этот разговор, беседу, рассуждение вместе с Богом в тайной комнате. И мне нравится вот эта мысль о том, что Господь говорит, что Отец Небесный, который в тайне, видящая тайное, воздаст явного, явно, да? Почему нету явного? Потому что не было тайного. Так вот, если было тайное, то оно будет явным. И вот все вот эти виды и формы отношений с Богом, они наполняют нашу жизнь. И они говорят, ангелы говорят им, вспомните, что Он говорил, что Он предупреждал, что Он на это указывал. И бывает, на самом деле, когда нам кто-то напомнит, то мы вспоминаем. Но смотрите, что было дальше. Они вспомнили слова. То есть они не только слова, которые услышали, что Он жив, да? Что очень, крайне важно. Но они вспомнили, что Он предупреждал. Дорогие друзья, как часто в нашей жизни бывает так, что Господь о многом нас предупреждал, о многом нам говорил, многое нам рассказывал, да? Но в какой-то момент мы забыли, и потом вдруг мы начинаем это вспоминать, потому что кто-то нам это повторил или сказал, или когда мы о чем-то рассуждаем, раз это все, скажем так, всплыло в нашем сознании. И возвратились от гроба, возвестили все это одиннадцати, и всем прочим, то были Магдалина, Мария, это которые вернулись, и Анна, Мария, мать Якова, и другие с ними, которые сказали о всем апостолам. Апостолам. Апостолам, самим апостолам сказали. И показались им апостолам слова их пустыми и не поверили. Но если апостолы не поверят, то я тем более. Но если апостолы не верят в это, и считают эти слова, которые они вспомнили раз, и которые им сказали еще раз, или сказали раз ангелы, и они вспомнили два, и апостолы тоже эти слова слышали, но не вспомнили. И тут получается каждый из нас, пусть это будет не про нас, может, как бы, знаете, снять с себя часть ответственности. Но если апостолы не помнят, если апостолы считают слова, вот эти слова, о том, что он жив, о том, что он воскрес, о том, что он ожидает в Галилее, о том, что это уже говорил пустыми, то я тем более буду считать это, ну, как человек, как обычный верующий человек, буду считать пустым. Но Петр, встав, побежал, как гроба и наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, девясь сам в себе происшедшему. Не два апостола побежало, не пять апостолов побежало, не десять апостолов побежало, один апостол, Петр, опять, вот этот всем хорошо известный, апостол благодати, апостол Петр, потому что так часто Господь на апостоле Петре показывает нам пример, вот так надо верить, и вот так я готов вам отвечать, когда вы будете ошибаться, спотыкаться, падать, тонуть, я буду поднимать, я буду напоминать, я буду поддерживать, я буду прощать. И вот Петр побежал, и возвращаясь, дивился в себе происшедшему, хотя бы один все-таки решил проверить, а так ли это, а точно ли это так. То есть вместе с одиннадцатими он сомневался, вместе с одиннадцатими считал, что слова пустые, но не до конца, и решил проверить. И как важно, друзья, чтобы мы даже слышали, что-то авторитетное заявление, потому что, ну, к сожалению, бывает так, что и великие миры сего, и великие люди, которые имеют, скажем так, вес, удельный вес в обществе, имеют большое такое знаковое влияние на Церковь Божию, могут что-то, ну, скажем так, что-то не принимать, чем-то не соглашаться. Но хорошо проверить это, точно ли это так, не осуждая, не обвиняя, не унижая, не оскорбляя, а просто проверить. И он побежал, чтобы проверить, чтобы убедиться, а точно ли это так. И шел назад, девясь в сам себе, всему происшедшему. Он удивлялся. Вообще интересно слово удивление в переводе со старославянского. Удивление, если перевести на старославянский, это слово чудо. То есть чудо. Все, что нас удивляет, но это обычно чудо. Мы удивляемся чуду. Но вы помните историю, когда Иисус услышал слова сотника, не приходи, скажи только слово. Иисус удивился. Повернулся к тем, кто шел за ним и говорит, и во всем Израиле я не нашел такой веры, как вот у этого сотника. Во всем Израиле я не нашел. Иисус тоже удивлялся. Удивлялся неверию, удивлялся невежеству, удивлялся сомнению, удивлялся человеческому, скажем так, человеческой недальновидности. Но вот Петр здесь удивился, что все-таки вот вроде бы слова пустые, незначительные, но что-то в нем произошло. Он чему-то удивился, чему-то удивлялся. Знаете, я думаю, даже когда мы во что-то, может быть, не принимаем, не верим, не соглашаемся, но как важно, чтобы все-таки мы не переставали удивляться. Удивляться тому, что Бог силен все поменять, все изменить. Да, Иисус удивлялся, как же можно было не верить в Израиле, а в этот сотник, языческий сотник, Центурион, римский подданный, он верит, и он готов поверить одному его слову Иисуса. А здесь столько слов ангелов, столько слов женщин, столько того, что можно было вспомнить, и люди не верят. К сожалению, бывает, в нашей жизни мы чему-то не верим. А что же дальше? И в тот же день двое из них шли в селение, а стоящие стадии на 60. Хорошо, только двое, не семеро, не сорок, не сто, не двести, не триста. Но раз апостолы не верят, раз слова эти пустые, раз Петр пришел, да, он удивлен, удивлен всему тому, что происходит, нет у него ответа, но он все равно удивляется. Я думаю, что он удивляется, хотя и сам в себе, но удивляется Богу, потому что Бог что-то скрывает, не все открывает, не все показывает, но в Боге есть нечто очень большое и значимое для всех нас. И двое из них, ну, видя всю эту обстановку, Петр хоть побежал, а они решили уйти, решили уйти в Эмаус. Эта история всем нам хорошо известна, знакома. И я думаю, что вы замечали, и может быть не раз, что все те, кто уходили в такой непростой ситуации, да, уходили из эпицентра. Иисус не предупреждал их, что нужно будет уйти, Он предупреждал, что нужно будет остаться, да, и остаться в Галилее, потому что «Я вас там буду ждать». Он не просил их уходить, расходиться, разбегаться, и все мы тоже знаем, что когда нужно было распространиться, они собрались в Иерусалиме, начались гонения, и тогда они пошли проповедовать, да. И бывает так в нашей жизни по причине чего-то неясного и непонятного, да, вместо того, чтобы собираться, молиться, искать лица Божьего, искать водительство Духа Святого, искать руководство Божьего, одни уходят, другие убегают, третьи еще что-то, и апостолы не дали никакой, ну скажем так, никакой коррекции, никакого ясного ответа. Друзья, пока мы ничего не поймем, не выясним, мы, никто из нас никуда не расходится. Наверное, так надо было делать. Жалко, меня там не было, я бы апостола подсказал, да. Конечно, нет, конечно, легко говорить, да. Мы уж прочли, мы-то знаем, что надо, но мы-то говорим о себе, мы-то рассуждаем о себе, используя их как пример. И вот, двое из них пошли на вселение, состоящие стадии, отстоящее на 60, от Иерусалима, называемое Эмаус. И помните историю, когда человек ушел, да, из Иерусалима и попался разбойником. Ну, хорошо известная история, да, там, притча о добром саморенении. Попался разбойником и остался еле живым и так далее. Но вот здесь вот удивительная история. Ведь слова ангелов, то, что говорили ангелы, это были слова о Христе, да, то есть это были Божьи слова, это было Божье слово. То, что услышали женщины, это было Божье слово. То, что они вспомнили, это было Божье слово. То, что они пришли и сказали, это было Божье слово. И вот, когда мы на Божье слово, услышанное не раз, не два, не три, даже из уст ангелов, ну, вряд ли бы женщины пришли и сказали, что мы видели ангелов, а они на самом деле не видели, какая причина, какая корысть, и зачем им это нужно. Ну, показалось, показалось, показалось. И вот Иисус сам приближается. Когда вот удивительное сердце Бога, правда же, друзья, да? Когда Его не принимают, Его слова не принимают. А давайте вот обратим внимание на такой важный момент, что если, к примеру, отец говорит сыну, и сын его не слушается, то отец говорит сыну, раз мои слова в тебя не входят, значит, я сам в тебя не вхожу. Значит, получается, если мои слова для тебя ничего не значат, значит, и я для тебя ничего не значу. Разве не так? Раз Иисус говорит, Слово Божье, Дух Божий говорит, и эти слова имеют вес, имеют значение, когда они растворяются верою в нашей жизни, да? Когда мы начинаем эти слова и говорить, и петь, и чувствовать, и думать этими словами, тогда они в нас оживают, тогда Слово становится плотью в нас. И вот они идут, и написано, вот что интересно, разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда что-то неясно в нашей жизни, непонятно, о чем мы разговариваем, о чем мы разговариваем, ну, все плохо, да-да-да-да-да, все очень плохо, все ужасно, да-да-да, все очень ужасно. Короче, все пропало, да-да-да-да-да, точно, все пропало. Но дальше просто жизни не будет, да, точно, дальше жизни не будет. О чем мы разговариваем, когда все плохо? Хочется именно так разговаривать. Я, знаете, заключил со своим сердцем такой договор, когда у меня подступает ропот, я делаю все, чтобы он отступил. Потому что, ну скажем так, о чем-то там возмущаться не вслух, без свидетелей, чтобы никто не слышал, о чем я возмущаюсь. Вообще не надо возмущаться, это вот надо просто вообще убрать из своей жизни. Бывает сложно, бывает легко, но когда ты это практикуешь, потому что кажется, что ну у меня же справедливое возмущение, да, ну у меня же справедливый гнев, ну естественно, чуть ли не святой. А разве гнев это не проявление зла в человеке? Ну не добра же. Гнев, раздражение, ярость, негодование, ну разве это проявление, это как бы спектр или как бы лучи добра? Ну как-то я думаю, что нет. И получается, что они разговаривали и рассуждали между собой, и вот сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Вот какое удивительное сердце у нашего Бога, когда его слова не принимают, когда апостолы, ученики, последователи Христа на этой земле, первые представители узкий круг Христа считают его слова пустыми и не верят, вместо того, чтобы, ну скажем так, отвернуться, да, ну как бы это невозможно, да. Он, когда от него уходит, он нас догоняет, он нас находит. Вот это удивительное свойство, да. Мы от него уходим, а он нас находит. И вот он, приблизившись, пошел вместе с ними, но глаза их были удержаны, так что они его не узнали. Конечно, чем больше мы негодуем, возмущаемся. И вот интересно пишет апостол Павел, за все благодарите, да, ибо такова вас воля Божья. Люди сейчас спрашивают, а в чем воля Божья, а какая воля Божья, нужно сходить к пророку, или к одному, или к двум, или к трем, а в чем воля Божья. Вот слова, которые записаны, которые можно все читать. За все благодарите, ибо такова вас воля Божья. Непрестанно молитесь за все, благодарите, то есть всегда радуйтесь, да. Эти слова, которые постоянно напоминаются нам в Писании для того, чтобы мы, скажем так, возвращались снова и снова к радости и благодарности. Я заметил такую интересную вещь. Далеко не всегда утром хочется молиться. Ну, может, я один такой немощный. Но когда начинаешь молиться, в какой-то момент что-то происходит, и сколько раз я не практиковал, так оно и получается. Начинаешь молиться, и приходит радость, и приходит довольство, и приходит вдохновение, и приходит, ну, скажем так, умиротворение. И вот удивительно, что в начале этого может не быть, как будто вообще ничего нет. Но когда мы начинаем не уходить, а приходить к нему, не убегать, а прибегать, когда мы начинаем его искать, призывать и делать это в активной, открытой форме, тогда приходит вдохновение, и откуда-то благодать появляется. И кажется, что все оживает, все пробуждается. Но глаза были удержаны, да, и часто бывает в нашей жизни мы не видим. Ну, написано, чистый сердце Богу зря, да, есть что-то, что как-то заослоняет наше духовное зрение. И мы понимаем, что духовное не так-то просто. Телесное увидеть проще, да, и то не всегда, а вот духовное увидеть, да, увидеть духовные глазами. И вот, к примеру, можно было бы сказать про историю про одного слепого. Это Евангелие от Иоанна, 9 глава. Помните, он исцелил слепого. Там еще спрашивали, кто согрешил, он или родители. И вот он исцелил, и в конце он рассуждает с фарисеями, да, вы говорите, что вы видите. Если бы вы правда были бы слепы, то греха бы не было. А раз вы говорите, что вы видите, то есть вы заявляете Богу, мы видим, ясно, хорошо, четко, то грех остается на вас. И получается, что интересная история, что фарисеи, которые телесно были зрячи, во Христе Бога не рассмотрели, были настолько близоруки, не увидели. А слепой, слепорожденный, при том, что он телесно был слепым, у него было открытое чистое сердце, и он увидел в нем Сына Божьего, увидел в нем Бога и получил исцеление. И прозрел только телесно, потому что духовно он оказался зрячим. Оказывается, можно быть зрячим, независимо от телесного зрения, независимо от способности видеть и замечать, и смотреть на все телесными, обычными глазами. Но и глаза были удержаны. Бывают и наши глаза, и мы не видим, не замечаем Бога, что Бог продолжает идти рядом с нами, продолжает заботиться о нас, продолжает помогать нам, продолжает поддерживать нас. А мы даже и не видим, ведь он же сам сказал, что я вас не оставлю и не покину. Получается, что никогда, как я уже сказал, ни Дух Святой, ни надежда, ни любовь, ни вера, сам Господь всегда с нами, чтобы всегда ободрять, поддерживать и вдохновлять. И получается, что вот эти внешние факторы, которые влияют на наш внутренний мир, наше состояние сердца, настроение, они по большому счету, скажем так, это наше допущение. Не даем мы место этому или нет. Если мы продолжаем оставаться твердыми в том, к чему мы призваны, оставаться верными, послушными, то мы можем очень быстро восстановиться. Он же сказал им, а о чем это вы, идя, рассуждаете между собой, и от чего вы печальны? Один из них именем Клепа сказал ему в ответ, неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им, о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назаряниным, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. И вот эта история, в которой мы находим, да, что Господь идет рядом и начинает их спрашивать. И мне вот как-то рассуждая, показалось, что когда он их спросил о том, о чем они рассуждают и от чего они печальны, они стали своей печалью печалить Иисуса Христа. Я не думаю, что он, конечно, опечалился, но от того, что обычно, когда рядом с нами кто-то появляется, кто не знает всей печали, от которой я печален, то мы начинаем его тоже печалить, чтобы ему было печально и чтобы нам было легче. Когда больно или тяжело или плохо не нам одним, нам легче. Пришел в церковь и всех опечалил, да, выполнил свою какую-то странную миссию, правда же, да. Но все-таки Господь, ведь помните, как его характеризует автор послания к евреям? Он помазан елеем скорби, печали, праведности, чего? Его радости более всех соучастников. То есть, получается, самый печальный-то ведь не Иисус. Ну, если он, так сказать, король или царь печали, или царь уныния, или все-таки помазан елеем. Но это священное писание, да, это же не мой вывод, это священное писание. Помазан елеем радости. И апостол Павел говорит всегда, то есть без исключения радуйтесь. Для того, чтобы оставаться на связи, не терять этот коннект, этот контакт с Ним, не терять вот это единство, согласие с Его сердцем, потому что наши сердца связаны с Его сердцем, и в нашем сердце живет Господь. И Он говорит, а о чем вы-то рассуждаете? И они сказали, в принципе, их рассказ вполне правдоподобный. И здесь вот было бы уместно вспомнить одну историю. Помните, когда 12 князей Израиля были отправлены в землю обетования для того, чтобы убедиться, а точно ли так, как сказал Бог, что эта земля текущая молочными и медовыми реками? Точно ли это? Они пошли, убедились, пришли, да, сказали, да, точно, но 10 человек сказали, мы не можем войти туда. Бог не может, Бог не способен, Бог бессилен. А двое сказали, и мы знаем, Иисус и Халев, что может. И вот возникает вопрос, они разве не правду сказали? Они сказали правду, что там крепости, замки, крепости, что там великаны, и в глазах их мы как саранча. Это правда. Но только это не вся правда. Это видимая правда. А вот истина, это факт, что это да, что это так. Но вот истина заключается в том, что мы можем туда войти. Почему? Потому что Бог может нас туда вести. Вот как думает верующий человек. Фактически, да, мы не можем, потому что... И перечень того, почему мы не можем этого сделать, почему в нашей жизни этого удивления, чудо произойти не может. Десять князей, князей, десять человек сказали, мы не можем. А двое всего лишь сказали, что мы можем. Бог силен нас вести. То есть десять сказали по факту, а двое сказали истину. Так вот, для того, чтобы всегда радоваться, нужно говорить истину, то, что может Бог. Не то, что мы не можем. Мы много чего, кстати, друзья, не можем. Я думаю, что все это прекрасно понимают. Но вопрос не в том, что мы не можем, а вопрос в том, что Бог может. То, что мы не можем, это и так понятно. Тут даже особо думать не надо. А вот то, что Бог может, вот над этим стоит думать и стоит рассуждать. И вот они им вот рассказывают, что вот пришел Иисус на заряне, что его предали, что его убили, что он пострадал и так далее, что уже третий день и все это. И всю вот эту печальную историю. И вы вспомните вот в начале текста, да? Ангелы говорят, вспомните, женщины. Женщины вспомнили. То есть было, что вспоминать. Оказывается, он предупреждал, он говорил. И на самом деле мы читаем, если мы перечитываем, часто вчитываемся, то мы начинаем вспоминать то, что Господь говорил и не раз. Я думаю, что замечали за собой, что вспоминаем то, что давно хорошо забыли. Когда мы бодрствуем, когда мы приближаемся к Богу, когда мы общаемся. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. И вот это вот удивительный момент. Так а он избавил Израиля. Ну, своей смертью и воскресеньем. И весь мир, кстати. Говорит, а мы надеялись было, что вот он должен избавить. То есть они все живут еще в прошлом, да? А он говорит, так а, ну... Он есть тот, который должен избавить Израиля. Так он и есть тот, который пришел и избавил Израиля. И мы можем всю жизнь свою вспоминать то, что могло бы быть, вместо того, чтобы утверждать то, что произошло. Он уже пришел, да? Он родился, да? Он умер, да? Взял грехи, да? Он воскрес для оправдания, да? То есть это все уже, это реальность, которая уже произошла. Это не новое, это, в смысле, это то, что произошло. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Посмотрите, как вот удивительно, да? Кому-то показались слова женщин, которые повторили им ангелы, которые до этого говорил им же Иисус, пустыми и не поверили. И как люди в этом неверии долго могут находиться. Петр хоть сбегал, удивился, пришел как-то, может быть, в себя. Остальные даже не стали предпринимать ничего, чтобы проверить, перепроверить, уточнить, убедиться, а точно ли это так, а так ли это. И посмотрите, насколько вот эта сила неверия действует в людях. Что Христос идет рядом, они не чувствуют, что это Он. Христос идет рядом, они не видят, что это Он. Христос идет рядом, разговаривает с ними, они голос его не узнают, не видят, не слышат, как будто они просто духовно омертвели, очерствели. Ничего, Иисус сам рядом и идет. Есть такая история, когда однажды Филипп подошел к Иисусу и говорит, ну покажи нам Отца и довольна для нас. Он говорит, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, помните, да, Филипп? Столько времени. Ну, если бы я бы, может быть, считал, сколько времени, что уже пора, но я не имею на это права. Иисус говорит, что времени уже достаточно много для того, чтобы понять, что это Я и есть, что Я и Отец одно. И вот так вот удивительно, что люди могут, люди, да, и мы в том числе, можем быть так близко с Иисусом, находиться рядом, но потерять по какой-то причине, по причине чего-то неверия, или невежества, или сомнения, или, может быть, того, что человек считает, что это неважно, это пустое, это принять, в это поверить. Слова человека, что это пустое, поверить, а в слова Бога, который Он уже говорил каждому из нас, которые ангелы повторили слова Бога, которые Он уже сказал, и они вспомнили, то есть это можно было вспомнить, они в это не верят. И вот они уходят все дальше, и дальше, и дальше, хорошо хоть Он находит, хорошо хоть Он догоняет. Но некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба, и не нашли тела Его, и придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что Он жив. Так вот интересно, да, они, говорит, видели явление ангелов, которые говорят, что Он жив. Ну, если бы кто-то из нас сказал бы, да, что видел ангела, ну, будучи, ну, здравым, у меня в трезвой памяти, да, и который сказал вот такие слова, что Он жив. И они все равно ничего не вспомнили, вот эти вот люди, да, насколько даже не страшно от того, что это говорят ангелы. Более того, что, ну, как страшно в смысле от того, что, ну, как-то это же, ну, это же не просто так. Это не просто кто-то кому-то сказал, это ангелы говорят. «Если вы замолчите, камни возопьют, но если камни не возопьют, то ангелы заговорят». «И пошли некоторые из наших когрубы и нашли так, как женщины говорили, но его не видели». То есть нашли, то есть пошли некоторые, да, значит, не один Петр. «Тогда Он сказал им о несмысленной и медлительной сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Я думаю, что, вот я так думаю, на месте Иисуса Ему нужно было... Наверное, Иисус лучше знает, что Ему нужно было, правда же? Иисусу нужно было явиться апостолом для того, чтобы вразумить апостолов, и апостолы бы поверили, и все бы тогда бы ситуация изменилась. Надо было начинать с верхушки, и тогда бы и все остальные бы пришли бы в себя и поверили, и все было бы нормально. «О несмысленной и медлительной сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». И вот Он говорит о том, что да, что есть некая медлительность, медлительность в том, чтобы веровать всему. Несмысленность и медлительность, которая мешает нам, чтобы веровать всему, что предсказывали, ну, к примеру, к ним пророки, да. Вот удивительно, что нет медлительности, к сожалению, когда кто-то рассказывает какую-то историю про кого-то, кто где-то ошибся или спотнулся или упал. Медлительности нет. А когда вопрос о Слове Божьем, почему-то какая-то несмысленность или бессмысленность или медлительность, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Так, друзья, мы-то верим не только всему, что предсказывали пророки, мы-то читаем Евангелие, слова Христа самого. Нам-то следует веровать всему, что Христос сказал. То есть мы даже, ну пророки, они предсказывали, а Христос непосредственно лично говорит каждому из нас, когда мы читаем Слово Божье. И как важно, что есть наша личная ответственность за то, что мы слышим, за то, как мы на это реагируем, проверяем или нет, личная ответственность перед Богом. Потому что каждый из нас лично уверовал в Иисуса Христа. Каждому из нас Иисус лично открылся, и мы Ему доверяем, в Него верим, на Него рассчитываем. И поэтому наша ответственность, и вот такой пример необычный, я вот однажды прочел, я думаю, что вы все слышали про Чарльза Спержена, да. И вот, ну, автор относится это к тому, что это его история или какая-то притча, которую он рассказал. И она такая, не очень, скажем, духовная в каком-то смысле, в том плане, что, скажем так, в месте погибели оказался наставник и наставляемый. И вот наставляемый обращается с претензией к наставнику и говорит, вот, ну, вот я тебя слушал, вот ты его слушал, поступал, как ты меня учил, и оказался вот в этом месте. А он ему отвечает, а у тебя у самого-то Библия была, а ты ее сам-то читал. И оказывается, правда, в нашей жизни бывает нужно, чтобы мы не забывали, что мы тоже... Я не говорю про какие-то, ну, скажем так, вещи, да, ну, может быть, такого рабочего плана, а есть вещи, которые, они актуальны всегда. Он всегда жив, я вот это имею в виду. Он всегда нас любит, он всегда за нас, я вот это имею в виду, я вот про это говорю. Я не говорю про какие-то, знаете, там, коррекцию чего-то, мнение, там, направление развития церкви. Я говорю про вот то, что нас соединяет лично с ним, объединяет лично с ним. Вот это самая большая, главная, сильная сторона нашей жизни. И он начал им и всех пророков изъяснять сказанное о нем во всем Писании. И когда они приблизились к тому селению, в которое шли, и он показал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его остаться с ним, потому что день уже склонился к вечеру, и он пошел и остался, вошел с ними. И когда он возлежал с ними, взял хлеб, благословил, преломил, подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, и он стал невидим для них. Как хорошо, что Иисус всегда, даже когда мы уходим, даже когда мы заблуждаемся, даже когда мы падаем, даже когда мы спотыкаемся, даже когда мы ослабеваем, Он всегда находит нас, догоняет нас, находит нас и остается с нами до той поры, пока мы от того, что нас удерживало, не избавимся. Пока мы не прозреем, пока мы не придем в себя, пока мы не очнемся, пока все это не изменится. И очень важно, друзья, да, они говорят, вот этот важный момент, да, не горело ли наше сердце, когда он изъяснял Писание. То есть все-таки вот это горение, то есть получается, не видели, не понимали, не узнали, но сердце все-таки горело. Но слава Богу за то, что у нас есть в сердце вот это горение, а то, что мы чувствуем его присутствие, чувствуем его близость. Ну, может быть, не понимаем, не всего понимаем, не во всем разбираемся, но это ощущение есть, и они его удерживали. Вот не удерживали, он бы вот сделал вид, что пошел, хочет пойти мимо, и ушел бы. Они его удерживали, и он, знаете, когда мы его удерживаем, он удерживается. Они его пригласили, и во время преломления, хлебопреломления, преломления хлеба, они его узнали. Что-то произошло, и он, получается, все это время, и после этого они вернулись, и всем рассказали, и уже, и там, и вся эта история, она пришла к тому, что, скажем так, все пришло в правильное состояние, все было восстановлено. Вот насколько Господь, невзирая на наши немощи, недостатки, наши ошибки, наше неверие, даже когда бывает, это исходит не только от нас, а приходит к нам с позиции какого-то, может быть, более авторитетного человека, но милость Божия настолько велика, лично пошел, лично нашел, подошел, лично рядом шел, лично разговаривал, сам лично. Это дорогого стоит, правда же, да? И привел все к тому, что они пришли в себя, и после этого вернулись совершенно другими. И он был и там, и был и с теми, откуда они ушли, потому что он и там, и там, и он везде, и одновременно пребывает. И там, и здесь, и во всем мире своим духом, духом любви, надежды, веры, которые в нас пребывают и никогда не умирают. Потому что Господь всегда с нами для того, чтобы нас вести и помогать нам передать то, что мы в нем приобрели. Поэтому пусть Господь нас благословит этим постоянным горением сердца, постоянной жаждой общения с Ним, даже если еще раз просто повторюсь, да, без упреков чей-то адреса, просто важно нам самим всегда оставаться на связи, никогда ее не пропускать, не оставлять, не считать это второстепенным, это первично, это первостепенно, это наиболее, это архив важно для каждого из нас, личные, близкие, тесные отношения с Ним, чтобы быть всегда вместе, чтобы двигаться вместе, чтобы вместе славить одним сердцем, в одних мыслях, едиными устами, чтобы Бог был прославляем в нашей жизни. А вот Он всегда вот так вот относится к каждому из нас. Друзья, слава Богу, пусть Господь нас благословит. Давайте мы помолимся. И наши сердца сегодня открыты перед Господом, чтобы слышать Его, чтобы принимать Его слова, чтобы открываться перед Ним, исповедоваться. Может кто-то в чем-то чувствует какую-то тяжесть или бремя в своем сердце. Мы сильны и вправе открыть это перед Богом. И Господь, будучи верен и пройден, простит и очистит от всякой неправды. Господь, во имя Иисуса Христа, мы благодарны Тебе, что Ты любишь нас, и любишь нас всегда, и любишь нас такими, какие мы есть. Мы благодарны Тебе, что Твоя любовь всегда наполняет наши сердца. И нет никакой причины для того, чтобы мы перестали доверять Тебе или стали сомневаться в Тебе, потому что Ты всегда тот же самый неизменный и благословенный, любящий, заботливый и добрый Отец. И в Твоем сердце не тесно всем нам. И поэтому мы ныне провозглашаем Твою свободу в нашей жизни от всякого бремени, от всего того, что нас отягчает, обременяет, останавливает и лишает нас целостности во Христе. Мы хотим, Господь, Тебя видеть, Господь, в своей жизни. Мы хотим слышать Твой голос. Мы хотим, Господь, вспоминать то, что Ты нам уже говорил. И чтобы, Господь, мы всегда, помня, памятуя об этом, могли, Господь, взгревать в Себе эту жажду, ревность по Тебе, по служению, по дерзновенному, ревностному служению Тебе, великому вечному Богу, прославляя, восхваляя, превознося Тебя в телах и душах Своих, Господь, в собрании Церкви Твоей на этой земле, будучи сами частью Тебя, видимой, Господь. Да будешь Ты прославлен, Христос, в народе Твоем, который Ты любишь, который Ты родил, Господь, Сам, родил в Себе, Господь, прежде создания мира, с Собой, во имя Своё, чтобы мы все могли однажды ожить в Тебе, пробудиться, Христос, мы для новой вечной жизни во Христе и со Христом. И поэтому мы молим, чтобы Ты нас, Господь, наполнил Своим животворящим Духом, Отец, который, Господь, пребывает внутри каждого из нас безраздельно и неизменно, потому что Слово Твое верно, Господь, непоколебимо и непогрешимо. И поэтому мы утверждаем, Господь, что мы любимое Твое творение, и мы хотим идти, Господь, всегда, Боже, Тебя любить, Тебя прославлять, Тебя превозносить, жить в любви, питаться любовью, Господь, вдохновляться всегда, за все Тебя прославляя, восхваляя, превознося, Господь, и радуясь о Тебе, ибо радость перед Господом есть подкрепление для каждого из нас. Пусть, Господь, Твой Дух Святой сегодня говорит к нам, Господь, учит нас, Господь, как всегда, потому что Ты, Бог, учащий и наставляющий. И мы хотим, Господь, Боже, быть влеком и к Тебе, Отец, мы этим сильным влечением, которое сильнее всех страстей, которое сильнее всего, Господь, временного, земного и проходящего. Мы хотим быть увлечены Тобой, чтобы, Господи, и Боже, стремиться к Тебе, чтобы жаждать Тебя, алкать Тебя, Иисус, искать Тебя, Господь, мы не успокаиваться, пока не найдем. Пусть благодать Твоя, Господь, укрепляет нас в этих личных, тесных, близких взаимоотношениях с Тобой. И пусть Твоя слава, Христос, всегда покрывает Твой народ, Твою церковь, Боже мой, и все то, что, Господи, определено Тобой, замыслено Тобой, задумано Тобой, Отец, все намерения, все проекты, все планы, да состоятся и сбудутся, Господь, в народе Твоем, потому что Твой Дух среди нас, и Царство, и Сила, и Слава, и Праведность внутри нас есть, Господь, чтобы мы всегда прославляли, всегда являли, всегда святили, всегда превозносили Тебя, Тобой хвалились, и, Господь, Тобой восхищались, Отец. Благослови нас, Господь, укрепи, утверди, укорини нас в Себе, и пусть всегда вся слава, вся честь, Господь, будет только Тебе, Тебе единому, бессмертному и живому. Мы Тебя, Боже мой, благословляем при Тобой, поклоняемся и все принимаем, всю Твою мудрость, милость и благость, свою жизнь, во имя Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Аминь. Слава Богу, братья и сестры, слава Богу за Слово Божье. И я думаю, мы благодарны брату Александру, что он сегодня вместе с нами был в этом служении, вот, поэтому пусть Бог благословит. Удивительно вот эта пасхальная история, да, когда мы читаем так много...